Доброе утро! У меня на голове ужас, что творится. Надо подстригаться давным-давно. Все никак-никак. Наездилась тут эти дни в богатолу, поэтому даже выходить из дома неохота. Надеюсь, сегодня все-таки съезжу и подстригусь. Это уже вообще, переди волосы вообще дыбом встают. Ну, голова чистая, я каждый день мою. Ну, тем более, вчера баня была. Баса приехал, детей он отвез всех. Сейчас я куплю помидорки, потому что он любит яйца, жареные с помидорами. Мы всегда завтракаем яйца с помидорами. Каши у нас как-то не идут, поэтому у нас так. И начнем мы приборку. Вчера вечером стирала, и на улице уже было неохота тащить. Но время уже было, наверное, часов 12, когда я закончила стирать, поэтому сейчас буду одежду разбирать. Зато она высохла. Здесь я чуть-чуть разгребла Томмины игрушки. Кукла ее лежит. Катя, они ее назвали. А Эмили сушится на печке. Мы ее вчера в баню носили. Буду все прибирать. Круг мой уже практически закончен. Отдам Ларисе. До этого, который я вязала, я отдала. Кто-то тут ползает. Смотрите, потемнула. Паучок. Ну, к деньгам. Включила компьютер. Пока не сяду за ним. Санечка тут позже всех пошла одеваться, потому что она прибиралась. Тут торопилась, торопилась. Мамочка, я тебе помогу. Я тебе помогу. Заправляла тут кровати и убрала полностью здесь вот на столе. Тут так много всего валялось. Она прям торопилась. Мамочка, я для тебя сейчас все-все-все. Ну вот. Молодец. Сейчас вещи тут все. Что в стирку, что куда. И поедем с Васей. Надо будет курицу купить. Что-то готовить опять. И надо подстричься. Грязь такая. Вася тут все дрова уже переколол. Девчонки сложили. Хочу диван сегодня попылесосить. Девчонки все равно садятся туда. Надо будет покрывало вынести еще. И вот здесь вот уже все хорошенько надо будет подмести. Немножко уже осталось. И жуля вылезла. Поехали мы за справкой в опеку. Мусорка приедет. Видите сколько у нас мусора. Но это Вася убирает в своих складах. То, что собирал годами. Немножко. Потому что вчера ездили в магазин. Взяли мешки, чтобы вещи туда складывать. Это сейчас будем вещи складывать, которые... Ой, как это сказать-то. В общем, оставлять будем. Купили курицу. Завтра нам привезут 5 килограмм грудки. Ну, завтра привезут. После обеда завтра поедем. Вот такую колбаску взяли. Докторская у нас есть. Огурчики. Вот они, знаете, такие прям свеженькие уже пошли. И молоко, и кефир. Подстриглась. Наконец-то. Заехали мы. Нам надо было справку взять о составе семьи. Но инспектор, или как он там, который работает, она уехала в Боготову. Ну, в общем, мы зашли. Она как раз собиралась. Вася прибрался здесь. Я его попросила. Говорю про пылесос. И тут подмеки влажным веничком. Потому что сегодня у меня день стирки постельного белья. А немножко ветер. Вот, знаете, все равно, мне кажется, пыль задувается. Поэтому вот так. Картошку так и не достали еще на посадку. Не с кем прям достать. Диме некогда. А вчера Антон был, что-то мы проворонили. А у меня сил не хватает. Знаете, вот у диабетиков постоянно проверяют. Не могу вот так сжимать. Уроню, боюсь, на Васю. Эти костыли надо отдать в это, в соцзащиту. Люстра сломанная. Василий Владимирович, вон. Я, говорит, все отремонтирую. Выкинет и все. Люстру старую. Ой, ладно. Буду белье развешивать. Стол тоже вот так-то хороший. Ну, вы только единственное, видите, окантовка вот эта вот развалилась. Ну, продают, говорят, вот эта вот штука. Мы сейчас будем отсюда убирать все. Потому что сейчас Дима приедет. И Вася с ним будут доставать картошку. В общем, тут положим картошку. Почему? Потому что на улице холодно. Она не прорастет. А чтобы ее садить, нужно, чтобы все равно были росточки. Мы каждый год так делаем. Кто? Что? Я с жителями разговариваю. Кто, Дарина? Да нет, вы садите. Так, вот эти штуки, наверное, прямо, дочь на мусорку выкиньте. Я сказала, мы каждый год так делаем. Ну, где-то у нас, может, новые есть. А может быть, что? Что? Да зачем они нам? Так, унесли. Мама, у нас сегодня... Вот Илья сидел там, где у нас светлёжка, он такой сел-сел. Что было название? Двухвостница. Двухвостница. А как камни? А как правильно? Двухвостка. Два хвоста у нее. Шести хвостка. Шести хвостка. Десять хвостка. Одиннадцатых хвостков. Так, ты мне там не лазь, по-моему, постельному. Знаете? Двухвостница звучит как хвостка. Двухвостница. Не лазь мне там! Вот это вот постельное, это вот перкаль. Видите, оно какое вот... Ну, оно прослужит очень долго, но оно такое мятое. Вот это поплин. Вот видите, его аккуратненько развесил. Смотри, я дедя его отдал. Да? Да. Как от посудомойки. И оно получается, видите, оно как глаженное висит, под своим весом разглаживается, а перкаль нет. Вот он прям твердоватый, и он такой мятый останется. Я его, знаете, гладила-гладила, гладила-гладила, в итоге полежала, расправляем он опять весь мятый. Поэтому, как я любила поплин, пусть он служит не 8 лет, а может быть года 3. Помню, мне Лена Кривошапкина подружка дарила поплин. Такой мягкий-мягкий, хороший. Порвался уже, конечно, давно, но зато он прям нежный был, мягкий. Здесь. Так, чтобы разуваться, тут надо полы помыть. Не разувайтесь. Ну, Алиша, ну куда ты в грязных пошел? Ой, блин, я сейчас как начну орать, ругаться. Чистые. Чистые. Это на улицу, сейчас покажем. Ну, ладно. Я в них была. Вот они. К тебе, говорит, мои. А может, это, в гаражу положить. Я встаю, такая Алина, такая сильная, не смотрит, подвергнула. Я чуть не упала в месте с камерой. Дима приехал? Нет. А чья тогда машина? Я думала, Димка так... Он 4 часа только около козырьки был. А что ты тогда, папка, наш панталуку сбиваешь? Давайте, быстро, быстро. Мы тут рубим и мягчим. Ладно, Дарьянчик. Ага. Ну, я сделаю. Ну, ну. Все, больше не будем полос туда ложить, будем тут полы мыть. Так, я немножко уходу, да? Так, папа. Мы это в складе-то посмотрим и вот эти вещи. Машки закрепляем, вот уже полки завоетесь. Так, хорошо, как чисто. Всегда бы так было. Сейчас будем тут накрывать, чтобы картошку принести. Готова у меня курица, правда, давно уже готова. Разбирала белье и сейчас Томи нам как она называется-то? Ну, в общем, синий мешок вот этот опрокинула и надо тут половину выбросить. У нас столько игрушек на самом деле. Надо, в общем, половину опять выбрасывать. Не знаю, у нас коньки. Вот там у нас лежат коньки. Сейчас их не продать. Ни коньки, ни санки, ни ватрушки, ничего. Никто покупать не будет, естественно, это. Потому что люди, если им надо, они купят, конечно, это зимой. Сейчас навряд ли кто-то это что купит. Он вообще-то даже не курицу. Подожди, вы что, уже положили фалас? А как вы картошку собираетесь нести? Смотрите. Когда-то сказать будем, уберем. И тут тоже вот ничего это не прибрать, потому что тут лежит картошка, которую мы кушаем. Так, морковка, свекла, все остальное. Много-много всего. И теперь там будем развиваться все, да? Это девчонок-сменка, еще и сменка тут. Бася, это я одену. Обую. Сейчас подобрею вешать. Так, девчонки, ну не залазьте, вы в обуви, а? А, вы не в обуви, вы сняли? Да. Орел или орешка? Орел. 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 Орел сняла. Забыла? Ох, Санечка, Санечка. Мам, что там, что там пищит? Что вы там играете? В лего. Мам, куда лошадку? Папа, он тут игрушки достал. Мам, достали машинку, которую мне прислали. Где она? Где она? Белье моё руками не трогать грязными. Мам, дай лошадку. А что, я чувствую? Мам, беленькая, смотри. О, Господи. Мам, достаньте у меня лошадки. Вот тебе лошадки. Мам, достаньте у меня лошадки. А где эта машинка? Там, пойдём домой, будешь разбирать свои игрушки. Пойдёшь? Мы там вывернули. Что? Мам, все? На. Мам, смотри, какая шанса. О, тут мелочки, и мне можно нарисовать. Чем бы дитя не тешилось.